В общественной палате Краснодарского края впервые прошел круглый стол на тему православия в общественной жизни Кубани. Подробнее о вопросах, которые обсуждались на встрече, расскажет Евгения Аганова. Обсудить вопросы, связанные с возрождением православия на Кубани, подвести итоги и наметить перспективы, собрались представители общественных организаций, кубанских вузов, воинских частей и тех краснодарских приходов, в которых налажено активное социальное, молодежное и другие служения церкви. В начале работы круглого стола организатору мероприятия, протеерею Алексею Касатикову, было вручено удостоверение члена общественной палаты Краснодарского края. Благословение представлять русскую православную церковь в этой структуре отец Алексей получил еще от блаженной памяти митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Мы пригласили сюда людей, которые, собственно говоря, своим появлением свидетельствуют о том, насколько широко происходит в нашем крае взаимодействие православной церкви с самыми различными слоями общества, с самых различных областях нашей жизни. В начале встречи обратились к истории. Первые следы христианства на земле, которая сегодня именуется Кубанской, появились еще с апостольской проповедью. Далее были Босфорское и Тмотараканские княжества, и окончательно православная вера утвердилась на Кубани с переселением запорожских казаков. Основное внимание в повестке Дня Круглого Стола было уделено современному взаимодействию русской православной церкви с обществом. Священник Свято-Ильинского храма Краснодара, отец Георгий Тимиров, подготовил доклад о работе епархиального отдела по социальному служению. При многих храмах есть центры социальной и гуманитарной помощи. Сегодня налаживается православное просвещение в высших и средних учебных заведениях. При нескольких храмах работают Сестричество Милосердия. Ведется молодежное служение, взаимодействие с военнослужащими, казачеством, патриотическими общественными организациями. Участники встречи обозначили и проблемы, которые на современном этапе возникают при взаимодействии церкви с обществом, и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.